fruit up the world make it better place for you and me and for all the rest the rest of us who want to thrive and make it better way of life fruit up, fruit up привет, добро пожаловать в SS-студию, к больной Саше сегодня продолжаем, блогер за 90, день 64 говорим о троллинге, о троллинге я уже говорила примерно год назад, 11 месяцев назад, когда я сейчас в проекте блогер за 21 день с Романом Миловановым и у нас была такая тема, мы обсуждали троллинг, как мы это воспринимаем, как мы с этим боремся или вообще как что мы с этим делаем в общем, ничего не изменилось с тех пор но говорить-то мне о чем-то надо, какие-то темы ну, есть другие темы, но пока что особенно в таком больном состоянии поэтому, можно сказать, я повторюсь наверное наверное я не очень хорошо помню, но на самом деле, как бы моя позиция не поменялась ну, тролли, троллики подкольщики это обычно люди, которые, я считаю, просто раненые в душе ищущие внимание постоянно вот хоть какого-то, им все равно даже, что вот их не видят в лицо, но им все равно внимание дают какое-то и они от этого счастливы, да? я этого не понимаю, мне этого не понять вообще-вообще-вообще-вообще ну, вроде вот так вот я считаю, что счастливые люди дарят людям счастье и всех, наоборот, подбадивают ну, или, по крайней мере, не говорят ничего плохого или дурного если их что-то не устраивает если нечего сказать, не говори ничего люди, которые у которых не все гладко, не все хорошо точнее, у нас у всех не все гладко, не все хорошо но у которых, вот, прямо они вот раненые душой очень что-то прям нехорошо и вот они ищут внимание любым способом им не важно, какое это внимание лишь бы внимание вот и люди, которые приходят к тебе на страницу и пишут какие-то неприятные вещи конечно же тролли только это неприятные вещи пишут в общем я вот иногда они, может быть, даже задевают может, потому что там есть доля правды даже какая-то я не знаю но, тем не менее, если есть конструктивный критизм как его называют хотя я в него не верю абсолютно я не верю, что есть такая вещь, как конструктивный конструктивная критика есть просто критика и критика это всегда не есть хорошо но, тем не менее, кто-то пытается, да, что-то там видно, что они высказывают свои мысли там все равно в добром ключе чтобы помочь чтобы там принести к вашему вниманию что-то, над чем надо поработать или что-то такое а тролли, они вот вообще вот им просто подколоть что-то вообще неприятное сказать унизить поэтому для таких людей у меня сразу дорога обрубается как бы я канал считаю своим старым домом, можно сказать то есть я к нему отношусь так же как я бы относилась к своему дому то есть если ко мне кто-то приходит домой и начинает меня поносить то я скорее попрошу их за дверь и больше никогда не пущу что я и делаю я сразу блокирую этих людей потому что зачем мне надо негатив если вам так надо выплескать вы выплескать его как-нибудь по-другому и в другом месте у себя я этого не приемлем и вот так вот я вижу как я уже вчера упомянула что это те же самые люди я наверное два человека всего заблокировала и я вижу что на некоторых видео у меня появляются комментарии которые я не вижу это значит что я уже заблокировала этого человека даже если они оставили комментарий комментарий не отражается но отражается что там есть комментарий но комментарии не видно и не видно кто его оставил но это ясно понятно уже человек заблокированный оставил То есть это те же самые люди, которые там уже 20 видео назад, 50 видео назад что-то там оставили, какой-то комментарий, да, я их сблокировала, а они все равно приходят, да, время от времени и смотрят мои видео, и что-то оставляют, какие-то комментарии. Ну, а мне от этого ни жарко, ни холодно, я даже не вижу, что они пишут совершенно. Я абсолютно за свободу выражения мыслей, и я очень рада, что они показывают себя так, что я могу сразу раз и заблокировать их. Как бы это очень-очень удобно, потому что зачем мне нужна плохая энергия, плохая энергетика вообще, в принципе. В любом виде. Кто-то считает, что это типа, ну, типа реклама, типа главный комментарий, какой комментарий, неважно, главное количество, да, нет. Нет, 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 я так не считаю. У меня цели нету растить канал уже до таких прям, не знаю, небес, и мне все равно абсолютно... Как бы я не гонюсь за подписчиками, за количеством, и если они не будут, то я бы хотела приятную аудиторию, а не каких-то там троллей. Ну, так вот, в общем, все просто, как обычно. Завтра давайте поговорим про лейблы. Что вы думаете по поводу лейбл? Такая тоже интересная тема. Я говорю про то, что, например, такие лейблы, как веган, называют человека веганом, или он сам себя называет вегетарианцем. Ну, это что касается питания. Или, ну, те же самые геи, там, что еще там можно... Как лейблам... Ну, в общем, вы меня поняли, я думаю. Что значат эти лейблы, и нужно ли их использовать? Хорошо, это плохо ли? Скажем, в своем умолении. Спасибо, что пришли, спасибо, что посмотрели, и до новых встреч. Пока-пока, до завтра. Продолжение следует...